всем привет радоваться на своем канале дичат хочу с вами поделиться я из роли невесты превратилась сегодня жену 10 лет мне понадобилось для того чтобы принять это решение и как говорится вуаля вы знаете не ветер сейчас на улице мне писали в комментариях хейтеры мои любимые хейтеры что какой он тебе муж гражданский муж это типа не муж это вот как же они писали сожитель ну вот я хочу сказать что из статуса сожителя ярослав официально перешел статус мужа я думаю теперь уже скрыть нечем хотя хотя они обязательно найдут чем но если серьезно девчат вы знаете в такое сложное время в украине решили ну скажем так узаконить свои отношения ярослав буквально несколько дней назад сказал лен но все уже все обязательства которые были перед тобой ты выполнила то что ты считала нужным давай давай распишемся я говорю давай хочу вам рассказать кто возможно столкнется с этой ситуацией сейчас как это сейчас происходит вы можете подать заявление а можете поздравлять взять можете поздравлять в конце видео покажу вам фотографии с теми скажем так особенностями нашей росписи но это будет конце видео сейчас расскажу вам как это происходит сейчас в украине военное время это сегодня 28 июня ой 28 мая 2024 года когда все проходит можно подать заявление через дию но не идея которая у нас с вами в телефоне а это сайт такой вы заходите через сайт мы так не делали взяли ноги в руки загс возле нас находится недалеко и пошли в загс была очередь была очередь человека 3-4 перед нами принимают в нашем загсе очень медленно если поветрена тревога то конечно же никого никто не принимает после поветренной сейчас отключением света очень часто очень часто у них подвисает сайт где я так понимаю все вот эти моменты поэтому это тоже дополнительное время мы сейчас находили сейчас я быстренько перейду дорогу записываю с вами в процессе движение если телефон не разрядится до вечера покажу где мы сядем немножечко ну скажем так вдвоем отметим наше бракосочетание так вот сайт подвисает соответственно тоже это все время мы ходили три дня подряд то повитряно то щешусь то у нас времени не было ну в общем на третий день уже все сделали но думали как-то сделать это немножечко быстрее через снаб можно пойти в загс можно пойти в снаб если вы подаете заявление в снабе центр на дань а послух вы таким образом ждете месяц оплачиваете 85 гривен пошлину и течение одну секундочку кто-то мне звонит это были поздравления так вот вы оплачиваете пошлину и ждете месяц если через снаб если вы передай подаете заявление через загс кстати были очень разные люди кто подавал заявление и дальше в конце видео я вам покажу какая пара пришла на подачу заявления вы можете там немножечко время скорректировать если вам нужно день в день или сегодня подали завтра расписали стоит четыре с половиной тысячи гривен мы конечно же не спешим но учитывая скажем так ситуацию в стране и мире частности месяц тоже не стали ждать и решили пойти в загс загсе мы подали заявление 25 роспись на 28 то есть три дня стоит 400 если не ошибаюсь 21 гривна без скажем так без урочистостей нам этого не надо было мы уже десять лет прожили вместе что друг друга проверили все такие урочистости ну нам они уже не нужны ну а если вы хотите с урочистостями от 1000 гривен там все вот эти плюшки скажем так свадебные поэтому фактически грубо говоря где-то пределах 500 гривен была подача заявления и выдача собственно самого свидетельства ну и плюс кольца кольца вы можете рассчитывать на двоих средняя цена 15000 то есть ну вот такие вот сейчас расценки люди сейчас подают заявление я вижу очень когда мы подавали заявление когда уже расписывались были пары которые хлопцы вискове была перед нами за нами пара стояла в очереди все в одной очереди если у вас такая быстрая роспись без торжеств всяких все в одной очереди единственное нам просто назначили время и мы в свое время приехали но ровно в 10 часов нас роспись было мы не зашли потому что в это время была поветрена тревога соответственно это время немножечко сместилось так что я изменила свой статус и хейтеры сейчас мне даже будет интересно насколько их влажные фантазии сработают в этот раз уже все девочки уже официально уже муж и жена уже ж не сожитель уже ж не как они там писали прихребатель и сожитель и альфонс чего не только не писали но девчата какие вы в конце концов ой жаль не вас вот скорее всего и у вас нету женского счастья нету любви уважение самое главное уважение знаете наши чувства за эти 10 лет прошли очень большие скажем так испытания я росла в себя проявил как мужчина некоторых моментах я его скажем так не оставила тяжелый период его жизни то есть но это уже такая можно сказать формальность а уже основу скажем так проверки свои мы уже прошли поэтому поздравления принимаю в комментариях сейчас вам еще чуть-чуть покажу нашого скажем так совместного время провожения я вот и думаю может это знак повитряная тревога розпис на 10 а в час уже 15 минут на 11 может это знак что не треба нам туда идти а ярко может может пішли додома вот это как бедному жениться так ему и часу мало и когда повитряная тревога ну звісно ж туда не пускают и люди чекают но я бачила что тоже были были молодята такие как мы тоже мабуть после нас уже а может перед нами у нас на 10 година ну что чекать чекать и идти додому напишите и даже что хотя там еще была она но после войны за мячом они не в Субтитры создавал DimaTorzok